Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про работу с осадком. Как снимать, как часто снимать, для чего это делать и так далее. По работе с осадком очень много есть различных мнений. Я не претенду на истину в последней инстанции, я рассказываю про свой опыт. Итак, первое. Когда? Я всегда снимаю с осадка вино только тогда, когда оно уже полностью отбродило. Существует определенное мнение, что наличие осадка это очень плохо, сразу вино начнет горчить, сразу оно испортится. Поэтому снимать там надо чуть ли не каждую неделю или каждых две недели. То есть вариантов очень много. Объясняют это тем, что в осадке уже мертвые дрожжи, они там будут закисать и все портить. В осадке дрожжи не только мертвые, в осадке дрожжи и живые. И я вам это покажу. Вот смотрите, это у нас осадок, который поставлен отстаиваться. И обращаю внимание. Вот там есть у нас такая полоска жидкости, а сверху мы видим пену. Но на этой банке не так интересно. Будем смотреть вот на этой. Даже вот так будет видно, по бутыле идут пузырьки. Сейчас мы откроем. Я неправильную крышку поставила. Смотрите, что будет происходить. Активно начинает подниматься углекислый газ. На самом деле здесь идет еще довольно активное брожение. Хотя в большой бутыле, когда все это было брожение, уже останавливалось. Была открытая переливка. Самую хорошую жидкость слили в одну бутыль. И вот осадки поместили во вторую. И вот видите, активно бежит углекислый газ. То есть брожение в осадках еще очень активно идет. Что говорит о том, что там есть и достаточно большое количество живых дрожжей. Мало того, там есть достаточно большое количество питания. Для них факторов роста. И поэтому идет вот такой процесс. Следующий момент. Даже умершие дрожжи, они начинают разлагаться. И являются пищей для тех дрожжей, которые живые. Поэтому там очень много всяких питательных веществ. И если мы убираем осадок раньше, то мы лишаем работающие дрожжи вот этих самых питательных веществ. И можем спровоцировать остановку брожения. Об этом мы уже говорили с вами очень много раз. Более того, многие комментарии о том, что у меня брожение остановилось. После снятия с осадка тоже говорят о том, что мы лишили дрожжей питательной среды. И преждевременное снятие спровоцировало вот эту остановку. Дальше давайте с вами поразмышляем. Технология приготовления грузинского вина. Кахетинская технология. Там вообще грозди целые подавили. В квевре сложили. И забыли. Все. И что у них вино плохое? Оно портится. Ничего с ним не становится. Так оно стоит на этих, на шкурках, на косточках. Не просто на осадке, как у нас. Нет. Оно там и гребни, там и шкурки, там все вместе. Но вино от этого абсолютно не портится. Да, бывают какие-то исключительные случаи. Но это исключение, а не правило. Когда не рекомендуют долго держать на осадке, если сусло сульфитируют. Да, тогда может появиться неприятный запах сероводорода. Ну, иногда, вроде как бывает, когда и на таких осадках он появляется. Скажу сразу, за вот седьмой мой винодельческий сезон я с этим не сталкивалась ни разу. И во всех комментариях, наверное, там может быть один или два, когда кто-то написал о таком явлении. То есть, повторюсь, это скорее исключение, чем правило. Именно поэтому моя рекомендация, пока брожение не закончилось, мы вино не трогаем. Единственный случай, когда мы снимаем с осадка раньше, это когда мы четко понимаем, для чего нам это нужно. Например, брожение идет очень-очень бурно, очень бурно выделяется пена. Если здесь вот виден край емкости, у меня бутыль заполнена, ну, больше, чем на две трети. Бывает, что бутыль заполнена наполовину, но брожение идет настолько интенсивно, пена настолько огромная, что оно прямо уж тут все вылазит через затвор и рвет перчатки, все остальное. Да, тогда можно и даже нужно снять с осадка, чтобы уменьшить количество вот этих питательных факторов и брожение замедлить. То есть, если мы что-то делаем, мы должны четко понимать, для чего мы это делаем и к какому результату это приведет. Повторюсь, это моя рекомендация, это мой опыт, вы желали поступать так, как вы считаете нужным. Дальше, как снимаем с осадка? Первый осадок у нас грубый и снимать мы можем двумя путями. Мы можем снимать при помощи трубочки различные. Есть такие вот, специально продаются на Алиэкспрессе. Можно использовать, я вот это с ним использую для более грубого снятия с осадкой, для более мелкого. Я использую капельницу, я потом чуть позже покажу. Можно использовать еще какие-то шланги. Бывают рекомендации, возьмите гидроуровень, еще что-то. Но честно, все-таки это пищевой продукт и лучше для этого использовать какие-то пищевые шланги, а не все подряд. Когда-то я один раз попробовала а-ля шланг для уровня. Но честно, даже вот просто берешь в руки, у него запах такой неприятный, поэтому я даже не стала это использовать. Ну а шланг это один вариант снятия вина с осадкой. Есть еще и другой вариант, так называемая открытая переливка, когда мы просто берем одну бутыль и через горлышко переливаем в другую бутыль. Когда можно использовать и даже иногда нужно использовать открытую переливку. Если у нас как-то брожение шло вяло, если оно вроде как остановилось, а может быть еще не совсем, тогда мы можем сделать эту открытую переливку. Особенно для красных вин. В таком случае где-то что-то немножко перемешивается, попадает кислород, дрожжи оживляются и еще дображивают. Для белых сусел это актуально не всегда. Бывает, что вот этот осадок очень сильно муть поднимается и потом она тяжело оседает, она сядет потом. Но светлое сусло я рекомендую все-таки снимать через шланг. Но если у вас так случилось, пока там шланга нет, ничего такого под рукой нет, вы можете сделать открытую переливку. Я просто предупреждаю, что в некоторых случаях белые сусла сильно мутнеют, коричневеют и становятся такими непривлекательными. Но потом все с ними будет хорошо. На крайний случай всегда можно прибегнуть к оклейке и исправить эту ситуацию, если она вдруг случилась. И еще прежде чем мы приступим к переливке, к снятию с осадка, обращаю внимание, смотрите, осадок у меня толстый, большой. То есть по всей классике жанра все должно было уже там прогоркнуть, испортиться. Я ждала окончания брожения, вот сейчас сниму и попробую это вино, каким оно будет на вкус. Ну и здесь все просто, вот или на разных уровнях. Так, один конец сюда, здесь тоже мне очень удобно, что я могу использовать грушу. Все, процесс пошел. Еще какие тонкости могут быть при снятии с осадка, особенно для белых сусел. Значит, сейчас, видите, вот эта груша, она не попадает внутрь, и у нас идет разбрызгивание по бутыли. Иногда это хорошо, это хорошо для красных сусел, это хорошо, как я уже вам говорила, если у нас какое-то было медленное брожение, мы не понимаем, закончилось оно до конца, либо не закончилось, то таким образом мы сусло, уже наше вино проветриваем. И так делать хорошо. Если есть запах серы, сероводорода, тухлых яиц, то таким образом делать тоже очень хорошо. Максимально вот это все разливаем, чтобы оно проветрилось. Светлое сусло у нас подвержено окислению, поэтому так лучше не делать. Если бы мы переливали светлое сусло, то лучше всего, чтобы вот эта часть проходила в емкость и опускать ее на уровень жидкости. Но я еще вам потом это покажу. Но пока все переливается. Отлила в бокал, кстати. Обратите внимание, что уже... Оно хорошо осветлилось. Да, несмотря на такой толстый осадок. Никаких посторонних запахов, ничего нету. Запах винограда. На вкус тоже очень приятный. Никаких там горечи, ничего абсолютно с этим вином не случилось. Несмотря на то, что ай-яй-яй, как много осадков. Повторюсь, бывают исключения, но в большинстве своем ничего страшного. Из-за этого не будет. Значит, когда жидкость уже подходит к осадку, подсвечиваю, да, то мы, видите, я сзади досочку поставила. Чуть-чуть наклоняем, но, конечно, аккуратно, чтобы у нас ничего никуда не улетело. И в то же время мы собрали больше жидкости. То есть, чем чище с ним первый раз осадка, тем нам будет проще. Потом, ну, повторю, что первый раз можно переливать и через горлышко. И кроме цвета сусла и его свойств, переливать через горлышко или нет, еще зависит от того, какую посуду вы используете. Вот такую десяточку легко перелить. Двадцатку, ну, уже сложнее, если она еще наполовину заполнена, ничего. Если она заполнена, как эта была, может быть, сложнее. Если у вас бутыль литров на 30-50, есть и такие бутыли, то, конечно, переливать ее через горло будет крайне-крайне сложно. Поэтому проще будет использовать вот такую систему. В этом шланге все хорошо, кроме того, что вот эта вот большая насадочка, она нам не даст снять вот тонкий слой жидкости. Здесь, видите, осталось немножко. И сейчас будут затруднения. Для того, чтобы нам наиболее чисто снять с осадка, мы сейчас шланг поменяем. Значит, когда нам надо более тонкое снятие, мы, например, второй раз снимаем с тонкого осадка, либо вот, как сейчас здесь, я использую капельницу. Ну, это самое простое. Цена капельницы 84 белорусских копейки. Купить не проблема, при том, что использовать можно и несколько раз. Все, что нам нужно, смотрите, здесь все готово. Просто снимаем вот эту заглушку. Можно использовать так. Ну, можно вот этот вот штырек убрать, отрезать. Если он нам неудобен, то тоже смотрите сами. Еще обратите внимание, вот это я уже использовала, ну, видите, срезала. Вот здесь есть такое ситечко. И здесь этого ситечка нет. То есть, с одной стороны удобно, но, честно говоря, потом очень плохо оно вымывается. Поэтому через некоторое время я вот эти штуки выбрасываю, покупаю новую. Ну, сейчас мне вот этой с иголочкой будет пользоваться не совсем удобно, поэтому я возьму ту, которую я использовала раньше. То есть, вот как ее модернизировать, да, можно даже вот этот фильтрик отрезать. Сейчас я ее в кипяточке подержала, она у меня чистенькая. Вот, но на свое усмотрение вы можете вот это все модернизировать так, как вам удобно. И еще, смотрите, если мы не хотим по каким-то причинам подсасывать ртом, ну, по любым соображениям, по соображениям гигиены, еще чего-то, нам на помощь придет обычная аптечная спринцовка. То, что это в аптеках небольших денег. У нее такой вот носик, можно его надеть наоборот. Вставляем сюда шланг от капельницы. Теперь, пока что достали отсюда. Грушу сжали, опустили, грушу разжали. Все, у нас пошла жидкость. Мы грушу сняли и опустили в емкость. Единственное, что вставлять плотно. Потому что, если не плотно, то ничего не получится. И все, теперь точно так же аккуратненько снимаем уже последний тоненький осадок. Конечно, можно пользоваться и только капельницей, но при больших объемах, честно, очень неудобно, это очень долго. Зато, когда надо небольшие объемы снять с осадка, тогда капельница самый удобный, самый практичный вариант. Вот смотрите, то, о чем я говорила. Если у нас, например, светлое сусло, то мы носик шланга вот так опускаем, чтобы уровень жидкости поднимался постепенно, и чтобы она меньше аэрировалась. Готово. Смотрите, я перелила, но емкость у меня заполнилась не полностью. Но и здесь я не полностью, то есть еще осталась полосочка жидкости, которую я уже не снимала, ее снимать было довольно тяжеловато. Что делаем теперь? Рассказываю. Значит, после первого снятия с осадка, тоже я всегда рекомендую, поставьте еще затвор на некоторое время. Потому что очень часто брожение возобновляется. Поэтому мы поставим затвор. И еще на несколько дней 3-4 оставляем в теплом месте. Если у нас уровень жидкости в затворе поднимается, значит, мы ждем, пока он полностью не выровняется, либо не развернется обратно. Пусть дображивает. Если у нас затвор выровнялся, тогда мы можем поменять пробку и отнести в прохладное место. И смотрите, затвор стоит на разных уровнях. То есть какие-то процессы еще идут. На самом деле, возможно, это выходит растворенный углекислый газ. Я не исключаю этого. Но возможно, что мы активировали какие-то процессы, которым нужно завершиться. И лучше пусть они завершатся сейчас. Потому что достаточно частые случаи, когда, особенно у нас вот 10-20 литровые бутыли, где вот здесь винтовая крышка, когда эти крышки потом рвет. И зимой, и весной, неважно. Ну, их рвет. Зачем нам эти неприятности? Нам лучше завершить процесс сразу. А что же нам делать вот с этой красотой? Ее же осталось достаточно много. Ввиду экономии, я никогда вот это сразу не выливаю. Я переливаю в другую емкость. Например, в 3-х литровую банку. И ставлю еще отстаиваться. Переливаю в какую-то меньшую емкость, чтобы она была почти под верх. Поставлю еще отстаиваться. У меня еще, я думаю, что пол-литра так точно отстоится. Может быть и больше. И тогда те, то, что еще отстоится, я долью вот в эту емкость, чтобы она была до верха. И тогда выставлю в прохладное место. И вот показываю пример. Вот это у меня постояло довольно долго. Вот еще, видите, сколько тут на бокальчик вышло. Вот это я перелила сегодня. И вот тоже пошло сверху отстаиваться. То есть, конечно, если бы у меня вина была сотнями литров, то, может быть, я бы этим и не занималась. Но поскольку у меня гораздо-гораздо меньше, то вот это я перелью и поставлю еще отстаиваться. С первым снятием мы разобрались, что же делать с осадками дальше. Опять же, есть рекомендации, что каждых, например, 2 недели или в какой-то очень короткий период надо без конца снимать с осадка. Зачем? Я вам показала. Ну, здесь топила, конечно. Я вам показала прозрачность вот этого вина. Что там выпадет через неделю и через 2? Да ничего там не выпадет. Если мы аккуратно сняли с первого осадка, то выпадать там практически нечем. Там будет выпадать очень маленький, тонкий осадок, и выпадать он будет очень долго. Поэтому лишнее, не надо никаких телодвижений. Существует вторая крайность, когда очень боятся открыть вино, потому что если только мы его откроем и заглянем, что-нибудь там попробуем, оно тоже перейдет в уксус. Про уксус я рассказывала, все это байки, но есть отдельное видео, если кому-то интересно, посмотрите там. Так все же. Дальше что мы делаем? Как часто мы снимаем с осадка? Значит, после первого снятия у нас еще, если что-то дображивает, дображивает, после этого вносим в прохладное место, если это возможно. Ну, невозможно, значит невозможно. Мы пользуемся всегда тем, что теми условиями, которые у нас есть. Значит, через некоторое время, особенно в прохладе, особенно чем холоднее, температура до минус 4, выпадает винный камень. Когда он у меня выпадет, я обязательно вам покажу и расскажу вообще, что это такое. И вот тогда мы второй раз снимаем с осадка. Мы снимаем вот с этого самого винного камня. После этого, в принципе, вино можно оставить в покое. Как правило, оно уже полностью прозрачное, полностью осветленное, за исключением некоторых случаев. И вот еще один пример. Вот это вино я сняла с осадкой недели две назад. Честно, даже не помню. Через трубочку я его снимала, либо открытой переливкой. Ну, вот смотрите, сколько осадка там образовалась за это время, за две недели. Ну, фактически ни о чем. Причем, видите, оно мутное, а красное, которое я вам показала, оно полностью прозрачное. То есть в красном через две недели вот такого не будет. Поэтому мы просто можем наблюдать, да, если здесь какой-то выпадет, там еще через две, через три недели большой осадок, да, можно снять. Но без необходимости трогать, я считаю, что смысла особого нет. И повторюсь, лично мой опыт, что от того, что вино постояло там чуть больше на осадке, ничего страшного с ним не случилось. И вот пример. Это баночка, это реформ. Весной я его осветляла, но и потом вот эту всякую муть залила в маленькую баночку. Вот она с весны стоит. Сейчас уже ноябрь. Муть, понятно, что она такая там воздушная, потому что это осветленная, это не такой вот первый тяжелый осадок. Но, тем не менее, вот на этом осадке, ну, сколько простояло, это нормальное вкусное вино. Я его попробовала. Его можно аккуратненько слить и выпить. Оно вполне вкусно, и никаких посторонних вкусов, привкусов там нет. Исходя из этого всего, поэтому основная наша работа с осадком мы сняли первый раз, вот самого большого, грубого. Дальше мы сняли с винного камня, а потом мы смотрим по необходимости. Если что-то выпадает сильно, мы снимаем. Если у нас вино прозрачное, чистое, то не надо его лишнее и трогать. Ну, нечего там снимать вот то красное, да не через, ну, там только винный камень выпадет. Больше там выпадать нечего. Оно абсолютно прозрачное, оно абсолютно кристально, оно уже осветлилось, и реально выпадать нечего. Снимать будет нечего. Вот это, конечно, мутненькое, да, оно еще будет осветляться, да, тут еще будут осадки, и посмотрим, может быть такое мутное. Нам ему придется и помочь, и его осветлить, но будет видно. Подводя итог, мы работаем с осадком по мере необходимости. Фактически у нас есть два, скажем так, обязательных снятия. Снятие с первого осадка, снятие в дальнейшем с винного камня. Ну, а дальше смотрите по состоянию вашего вина, и не создавайте себе лишней работы. Хотя это лишь моя рекомендация, вы вольны поступать так, как вы считаете нужным. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку, еще будет ссылка на каталог наших сортов, награды и мои контакты. До новых встреч!